Сегодня состоялось заседание в фракции Джамбулского областного маслехата партии Аманат и комиссии партийного контроля. На совещании было рассмотрено два вопроса. Первый вопрос по веске дня – обеспечение населенных пунктов нашего региона питьевой водой, теплом, голубым топливом и электроэнергией в рамках реализации предвыборной программы «Вместе с народом» партии Аманат на 2023-2027 годы. Второй вопрос был о ходе исполнения обязанностей представителей депутатской фракции областного маслехата и исполнения поступивших обращений от населения в ходе избирательной кампании депутатов Мажелеса парламента Республики Казахстан и маслехата всех уровней. В ходе заседания исполнитель обязанностей руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Адамир Тунгатов рассказал о проделанной работе и актуальных вопросах. По словам спикеров, в соответствии с планом финансирования управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на 2024 год предусмотрено 50 миллиардов 496 миллионов тенге. В том числе в январе-марсе запланированный объем освоенных средств составляет 8 миллиардов 970 миллионов тенге. В исполнении поручения главы государства до конца 2025 года по обеспечению города и сельских населенных пунктов 100% качественной питьевой водой в регионе реализуются масштабные проекты. В прошлом году в сфере обеспечения населения области качественной питьевой водой реализовано 54 проекта на общую сумму 13,6 миллиарда тенге. По итогам года введено в эксплуатацию 34 объекта. Строительство остальных 20 объектов перешло на 2024 год. В результате показатель доступа к услугам питьевого водоснабжения в городах составил 97,5%. В 313 сельских населенных пунктах 94,9%. Для продолжения реализации проектов по обеспечению качественным питьевым водоснабжением в регионе в этом году из республиканского и местного бюджетов на 43 проекта было выделено 21,7 миллиарда тенге. Предусматривается обеспечение качественной питьевой водой 36 населенных пунктов и 5 жилых массивов в городах Тарас и Шум. В результате до конца года планируется довести показатель доступа к услугам водоснабжения в городах до 98,8%. В 349 сельских населенных пунктах 98,1%. Также на совещании был рассмотрен ход исполнения депутатских обязанностей и исполнения поступивших обращений от населения в ходе избирательной кампании депутатов Можилиса парламента Республики Казахстан и Маслихата всех уровней. Сара Абдиева, Дельжансы Лубеков, Азамат Бескин, 7.7 News.